L'Ancelel яркое солнце или палящее солнце это очередной аромат из коллекции Evroche под незателевым названием Eau de Parfum Collection. Действительно в этой коллекции незателево все и само название и дизайн флаконов и в принципе сами ароматы тоже достаточно простые, это многие отмечают, но пока я еще не могу сказать, что я полностью разочарована продукцией Evroche, но тем не менее эта тенденция к упрощению ароматов она сейчас наблюдается практически у всех брендов, пожалуй. Уже неоднократно я отмечала, что в очередной раз компания делает акцент на экологическую ответственность, что все компоненты натуральные по большей части, те которые ненатуральные создаются без ущерба для окружающей среды, использован спирт органического происхождения и материалы коробки и флаконов они из торг сырья выполнены. Ну вот такие особенности. Теперь обратимся непосредственно к самому продукту. У меня travel версия, на что я собираю коллекцию именно в формате travel, мне этого достаточно. Коробка из белого картона, абсолютно простого, без каких-либо эффектов, глянца там, например. Единственное, что текст впереди нанесен металлизированным шрифтом легкого, слегка золотистого оттенка. Посередине в белом квадрате название аромата Plains Allail, концентрация парфюмерная вода, ниже эмблема и название компании Euroche, и в самом низу очень бледно-серым шрифтом, объем 10 миллилитров. На рисунке мы видим то, что присутствуют в композиции белые цветы, основными цветами являются белый цветок туберозы и желтый цветок Иланг-Иланг. Ну почему-то здесь Иланг-Иланг не изображен, здесь какие-то красные цветы, может быть они так вот символизируют наличие не только белых цветов, но и желтых. Тадж-Махал вызывает у нас ассоциацию с востоком, что это восточный аромат. Также орнаменты в ориентальном стиле выполнены и странный малинового цвета штрих. Я долго думала к чему он нас должен отсылать, но возможно к виноградно-земляничным аспектам туберозы, которые проявляются в этой композиции. На боковых поверхностях ничего нет, здесь наклейка русификатор. Кстати, обратим внимание на то, что в русском переводе композиция называется «Золотой полдень» почему-то. Вообще Плайн-Солейл это яркое солнце или палящее солнце, но есть еще и французский фильм, который называется Плайн-Солейл в русском переводе под палящим солнцем, это экранизация романа «Талантливый мистер Рипли» с Аленом Делоном в главной роли. Ну не знаю, имеет ли отношение фильм к композиции. Во всяком случае и фильм французского производства, и компания «Ивраши» тоже французская, может быть какие-то параллели имели место. Также информация здесь о том, что это роскошный цветочный аромат. Ну учитывая то, что одной из основных нот является тубероза, и вторым цветком тоже очень яркий ланг-иланг, то можно сделать вывод из того, что это восточная цветочная композиция. Ну такой у меня немножечко видавшие виды потрепанный коробок. Покупала с рук, вообще флакон был новый, не начатый, но видимо где-то лежал в закромах. Росификатор мне кажется отклеивали, немножко закрыт у меня текст. Но вверху идет описание на двух языках, вот то, что это цветочный аромат. И информация о том, что как позиционирует компанию эту композицию, вот как избавление от теплого застывшего воздуха знойного. Плянь Салейл открывает дверь в восхитительный мир мерцающих цветов, цветов в смысле colors, цвета. Указано, что формат спрей, есть химический состав и ниже предупредляющие значки и адрес компании Евроше. Вверху на крышке светло-серым цветом нанесена эмблема компании. Внизу выдавлен бач-код и внутри самого коробка информация о том, что цвет парфюмерной воды может поменяться без изменения свойств композиции. Ну, обычно такое указывают на ароматах с ванилью или другими материалами, которые могут менять цвет. Но я обратила внимание на то, что пока что во всех тревел-версиях этой коллекции есть такое предупреждение. Флакон обычный стеклянный цилиндр, прямая трубка, которая достигает дна, пластиковый черный колпачок из переработанного пластика. Наклейка слегка глянцевая. Полностью рисунок повторяет изображение на передней поверхности коробка. Единственное, что квадрат с названием заключен в рамку. И внизу просто название компании без эмблемы, без логотипа. На дно нанесена очень тонкая гравировка с бач-кодом и общей информацией о парфюмерной воде. Что касается самой композиции, то разработал ее Фабрис Пилигрин парфюмер, который работал с очень многими брендами. Эрме, Джорджо Армани, Семиаки, Лолик, Нина Ричи. Создал он ароматы для нишевых брендов. Байки Лиан, например, ароматы Kisses Don't Lie, Smoke for the Soul. Для люксовых компаний. Жан-Поль Гатье, например, линейка ароматов Scandal тоже разрабатывалась с Фабрисом Пилигрином. И с масс-маркетом он тоже активно сотрудничает. В частности, для компании Reflame много ароматов создавал. Именно Фабрис Пилигрин. Самые известные, наверное, это ароматы Валары. И старая версия, и новая, и самый новый фланкер Валары Moments. Это все композиции, которые им разрабатывались. Paradise, аромат из линейки Giordani Gold Essence. И для компании Eurashev в рамках коллекции Eau de Parfum Collection Фабрис Пилигрин создал три парфюмерные воды. Я надеюсь, о них обо всех рассказать в ближайшее время. Вот первой композицией его авторства, с которой я познакомилась, стал именно аромат Пляйнца Лейл. Основные ноты, как и для всех ароматов этой коллекции компании Eurashev указывают только несколько самых центральных основных нот. Это индийская тубероза, коморский иланг-иланг, австралийский сандал и кардамон из Гватемалы. Вообще, впервые с данной композицией я познакомилась по пробнику Саше. И было неоднозначным это знакомство. Дело в том, что, во-первых, хочу обратить внимание на тот факт, что у меня, например, при нанесении на кожу, что композиции из тревел-флакона, что из Саше, был легкий зуд на коже. И на коже я очень хорошо слышу синтетические ноты. Аромат выглядит очень химическим. Такой вот ненатуральный запах. И на коже этот аспект меня раздражает. В шлейфе аромат, ну да, он тоже звучит парфюмерно. Нельзя сказать, что это очень такой мягкий природный запах. Но в шлейфе как-то это воспринимается проще. И мне в шлейфе с волос композиция нравится гораздо больше, чем на коже. Ну, кроме того, что я слышу синтетичность, то в начале на коже раскрывается сливочный нюанс туберозы. Вот что-то с намеком на сливочный пломбир. Многие тоже отмечают то, что в аромате присутствует запах сливочного пломбира, мороженого. Но композиция не настолько плотная, чтобы вызывать такую полноценную ассоциацию с этим десертом. Все-таки это какой-то намек на сливочность, который очень быстро ускользает. Еще сравнивают этот аромат со сливочным коктейлем пинаколада. Я этот коктейль, кстати говоря, очень люблю. Но я его пробовала в разных местах. И его очень часто готовят по-разному. В некоторых версиях больше кокосовой воды, кокосового молока. И композиция тогда, коктейль более мягко и сладко звучит, более сливочно. Вот эта версия мне нравится больше. А есть версия, в которой больше добавляют ананасового сока. И появляется немножко такая фруктовая кислинка. И в композиции Пляйн Салейл я пинаколаду как коктейль не слышу. Но в нем тоже есть кислинка фруктовая, которая на коже меня тоже очень раздражает. Мне она не нравится. Мне бы хотелось, чтобы на коже композиция была более мягкая, сладкая, оболакивающая, восточная. Ну, возможно, здесь есть какие-то фруктовые ноты. Возможно, это тоже какие-то нюансы туберозы. Потому что она обладает таким землянично-виноградным аспектом в раскрытии этой ноты. И виноградность здесь присутствует. Но эта виноградность, она не похожа на виноградность, например, ту, которую можно обнаружить в пурпурном эликсире. Тоже компанией в Роше. Вот там мне нравится тубероза. Она там сладкая, такая сахарная, насыщенная. А здесь какой-то намек на синтетический ароматизатор виноградный. Из-за чего запах в основном раскрытия, после того, как появилась сливочность пломбира, она обогащается фруктовыми нюансами, такими клубнично-виноградными. И превращается в запах, напоминающий запах не очень-то дорогой жвачки. Именно с виноградным ароматизатором. И тут же появляется сахаристая пудровость, которая тоже у меня полностью ассоциируется с той пудрой. Я не знаю, что это за материал, который очень часто находится на поверхности таких недорогих жвачек. Поэтому для меня, например, очень полная ассоциация с жвачками. Во-первых, вот эта сладковатая пудра. Во-вторых, сам виноградный ароматизатор. И в-третьих, синтетичность, которая тоже присуща ароматизаторам в жвачках. Сандал на коже появляется ближе уже к концу звучания композиции, а на коже держится аромат больше 12 часов. Во всяком случае, на моей коже от 12 до 15 часов. Сандал мягкий, сливочный. Вот он принимает эстафету от цветов. Но, в принципе, не могу назвать его очень красивым и выразительным. Просто такая сладковатая древесная база. Что касается кардамона, то он есть, он украшает композицию. Но его здесь очень мало. Здесь буквально, ну, это пряность, которая оттеняет цветы. Вот дает им какую-то восточную такую изюминку. То есть делает белые цветы более пряными. Основной нотой, конечно, для меня является здесь нота туберозы. Именно такой виноградный, с легкой сливочностью. Но и ланг-йланг здесь тоже есть. Вот чуть-чуть карамельно-леденцовый, сладкий. Красивый он. Здесь больше создает такой ароматный фон для туберозы. И несмотря на то, что мне аромат на коже не понравился, вот фруктовая кислинка, она просто для меня выбивалась из общей идеи композиции. И раздражала. Но я все-таки собираю коллекцию. Поэтому я купила тревел-версию. И надо сказать, что тревел-версия мне понравилась, потому что я распыляла на волосы. Это, кстати, у меня, наверное, немножечко какой-то дефект у флакона, потому что распыляет он буквально какими-то капельками. Обычно эти флаконы обладают достаточно хорошим распылением. И, кстати, можно посмотреть пузырьки, что есть средние и мелкие, время жизни достаточно продолжительное. Но если говорить о стойкости, то на волосах я, например, аромат перестаю слышать спустя 6 часов. И шлиф средний. То есть первые ноты звучат достаточно резко и громко. Потом композиция в течение 6 часов я ее слышу неплохо. Таким легким облаком вокруг меня. Не слишком диффузный. Но, тем не менее, я аромат хорошо на себе слышу, даже через маску. Ну, а уже спустя 6 часов композиция, она все еще присутствует на волосах, но сидит очень близко к поверхности нанесения. Так вот, чем мне нравится нанесение на волосы. Во-первых, этот резкий химический старт, он развеивается в воздухе и открывается очень красиво, яркими цветами, такой солнечный запах. И действительно, в первую очередь ощущается именно цветочность. Вот действительно цветы. Причем на волосах я узнаю очень хорошо жасмин, тоже такой пряно-фруктовый. Но та фруктовая кислинка, которая меня сильно раздражала на коже, она здесь выполняет именно ту функцию, которая призвана. Она освежает композицию и обогащает ее. Вот я слышу цветы белые и слышу фрукты. Вот клубнику, землянику, может быть сладкий манго, что-то тропическое. Такие брызги сока какого-то, ягодно-фруктового. Это делает аромат таким жизнерадостным, летним. Аромат для отпуска, для отдыха. Затем появляется пудровость. Она легче воспринимается в шлейфе. И да, все тот же запах жвачки, чуть-чуть вот с сливочными оттенками, но на волосах композиция звучит намного легче. Она, в принципе, не очень плотная. Ее нельзя назвать таким плотным белоцветочным ароматом. Она достаточно прозрачная. Ее комфортно носить на волосах. Но синтетичность имеет место. И я еще раз хочу обратить внимание на то, что людям с чувствительной кожей головы надо быть осторожным. Потому что у меня, например, на коже рук появляется такой легкий зуд при нанесении. И, как я уже сказала, я чувствую ноты жасмина. И хочу сказать, что Blind Salil в шлейфе очень сильно мне напомнил композицию нежный жасмин. Тоже компании Euroshé из снятой уже линейки Secret Essence. Вот многим похож этот аромат на нежный жасмин. Но нежный жасмин мне было тяжело носить. Для меня он был слишком навязчивым, слишком каким-то удушающим, тяжелым. Вот почему-то с жасмином я не смогла поладить. У меня и голова от него болела. А Blind Salil для меня более легкий аромат. Может быть, эта композиция, конечно, проще, чем нежный жасмин. Но она для меня приемлема. Я могу ее носить. И фруктовые оттенки, они делают ее более интересной. Может быть, пудра здесь тоже такая. В принципе, в шлейфе она не слишком раздражает. И я хочу сказать, что если сравнивать Blind Salil и Tender Jasmine, то Blind Salil для меня более такая приемлемая адаптация. Аромат, который я могу носить без головной боли и без желания смыть эту композицию из себя. Какие еще нюансы есть в Blind Salil? Вообще аромат, конечно, он простой, прямолинейный. А у необычных трансформаций, каких-то превращений многоступенчатых здесь нет. Как я уже сказала, похож на нежный жасмин. И еще люди сравнивают, кто помнит аромат кобры 90-х годов. Я, например, эту кобру не очень хорошо помню. Ей многие пользовались. Я помню, был у меня дезодорант в светские времена кобра. Но запах как-то не запомнился. А вот люди сравнивают, говорят, что Blind Salil напоминает им эту кобру. На коже аромат проявляет себя в основном раскрытии. Появляется такой вот нюанс. Чуть-чуть, может быть, омыливается. Напоминает то ли гель для душа, то ли помаду. Вот какая-то такая уходовость есть. Косметичность. Что-то из таких средств проявляется в запахе. Это не очень мне нравится. Но, в принципе, такие композиции имеют место. На полках ими пользуются. То есть, в принципе, ничего в этом страшного нет. Но есть такой вот аспект. А вот на волосах где-то спустя 2-3 часа проявился необычный нюанс. Какая-то камфорность. Кто-то описывает этот эффект как металлические ноты. Что-то, может быть, напоминающее почуливые мужские одеколоны. Вот какая-то такая холодная нотка проскальзывает при переходе уже ближе к базе. Потому что на волосах переход к базе быстрее происходит. Ну, где-то через 3 часа появляется эта холодность. Она постепенно растворяется в виноградной жвачке. Но этот момент раскрытия мне понравился в композиции. Ну, так, в принципе, ничего необычного нет. Я думаю, что кому нравился жасмин, можно попробовать потестировать яркое солнце. Потому что, ну, может быть, в этой композиции удастся найти замену жасмину. Ну, а кому жасмин не подходил, как и мне, ну, в принципе, вот как бы вроде и нравился. Но что-то не до конца, то тоже можно обратить внимание на эту новую парфюмерную воду компании Враше.